Здравствуйте, эфир телеканала «СКАД» продолжает Самарский телевизионный вестник, студия Оксана Шкаева и Александр Семенов. Несколько пострадавших в результате падения дерева в Сызрани. ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Павел Баймаков. ДТП на трассе в Борском районе унесло жизнь 38-летнего мужчины. Авария произошла около 7 утра 10 мая. По данным ЕБДД, водитель ВАЗовской приоры не справился с управлением. Машина съехала в Кювет и перевернулась. В результате аварии мужчина скончался на месте. Один человек пострадал в результате ДТП в Сызрани. Авария произошла около 11 вечера на улице Мостовой. По данным полиции, водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, и машина влетела в бетонный забор. В результате аварии 49-летняя пассажирка легковушки получила травмы. Ее доставили в больницу. На улице Советской в Сызрани упавшее дерево придавило троих человек. ЧП произошло утром в пятницу 11 мая во дворе одного из домов. Из-за сильного порыва ветра дерево сломалось и рухнуло на двух женщин и мужчину. Последнего в итоге на карете скорой помощи доставили в больницу. По имеющимся данным, мужчина получил серьезную травму головы. Женщины отделались царапинами. Сокращение расходов на пенсию. Новый маршрут до Юнгородка и старт продаж транспортных карт для пенсионеров. Об этом расскажем в нашем коротком видеообзоре. Государство сокращает расходы на пенсию. В текущем году Минфин планирует снизить финансирование по этой статье почти на 52 миллиарда рублей. Тратить меньше планируют и на социальное обеспечение, еще почти на 6 миллиардов. А еще похудеет статья расходов на инвалидов на 2 с лишним миллиарда рублей. При этом в том же законопроекте говорится об увеличении трат на поддержку отвечающих за нацбезопасность силовых структур на 20 с лишним миллиардов. В плюсе будет и система исполнения наказания. Рост в этом случае на 4,5 миллиарда. Не обойдут стороной армию плюс 2 миллиарда 300 миллионов. И на военных, и силовиков потратят около 5 триллионов рублей. Это почти 30% всех собранных в стране налогов. Самарцам станет проще добраться до Юнгородка. В эту часть города пустили 47-й автобус. Спрос на этот маршрут высокий, поэтому в областной столице решили его продлить. По информации департамента транспорта, теперь автобусы следуют не до станции метро Кировская, а до Юнгородка. Начинает ходить автобус в 5 часов утра, а заканчивает без 10-8 вечера. Интервал движения от 7 до 15 минут. В Самаре начали продавать транспортные карты для дачников. Партия из 10 тысяч штук поступила в транспортную компанию. В городе несколько официальных пунктов продаж. На улице Алексея Толстого 135 и Марис Тореза 67А. Продают карты еще и в Самарском метро, а с 12 мая их можно купить в отделениях Почты России. В администрации города уточнили, что электронный проездной для дачников – новшество этого года. Сначала систему испытали 1 и 2 мая. Тогда департамент отметил повышенный спрос на такие карты. Информация о преимуществах электронного проездного, механизме использования и стоимости в открытом доступе на сайте городской администрации. А тот, кто не успел купить новый проездной, до 13 мая может проехать на дачу обратно по льготному тарифу. Достаточно показать пенсионное удостоверение и социальную карту жителей Самарской области. А уже с 16 мая выгодно добраться до дач можно будет только по транспортной карте. Время рубрики «Ваши деньги». Александр, что у тебя сегодня интересного? Что-то, может быть, поднялось в цене, а может быть, наоборот? Вот именно, как ты угадал, даже удивляюсь. Самая ценная и полезная информация для потребителей прямо сейчас. Большинство россиян не беспокоит снижение курса рубля. По данным исследования в ЦИОМ, две трети опрошенных заявили, что не собираются предпринимать никаких действий в случае дальнейшего подорожания американской валюты. Не особо опасаются за свое финансовое положение. При этом подавляющее большинство опрошенных 94% не покупали какую-либо иностранную валюту в последние пару месяцев. В ситуации дальнейшего роста курса доллара 12% респондентов выберут путь трат и сбережений на мелкие нужды. 8% вложат накопление в недвижимость или другие ценные вещи. И еще, по данным опросов, причиной падения курса рубля россияне в основном 23% склонны видеть в антироссийских санкциях. А теперь расскажу о ценах на прилавках города. По итогам этой недели подешевели свежие овощи. Огурцы минус 3 рубля за килограмм, томаты и перцы минус 2 рубля. Это, разумеется, сезонные изменения. Совсем скоро, ближе к лету, эти продукты станут еще дешевле. Переписали ценники на черный чай. Он стал стоить на 70 копеек меньше. А вот свинина несколько подорожала. Плюс 2 рубля за килограмм. Остальные продукты питания остались на прежнем уровне. Также стоит отметить, что это средние показатели по Самаре. В различных торговых точках цены могут отличаться. И порой достаточно значительно. Так что для своей же выгоды стоит поискать наиболее приемлемые предложения именно для вас. Мы поинтересовались, у самарцев заметили ли они изменения цен. Поход на рынок впечатлил в прошлые выходные. По сравнению с прошлым годом, где-то процентов, наверное, на 30 сумма выросла. Вот, ну, такой общей покупки, там, овощи, фрукты, что-то такое. Прям вот ощутимо по сравнению с прошлым годом. Иногда уменьшаются цены, а увеличение, я что-то не замечала увеличение. Мне кажется, что дорожают. Сильно и на что? Ну, дорожало на мясо. Мясо выросло в цене. И что мы еще вот так заметили? Яйца выросли в цене. Такие продукты, ну, основные, как бы, все равно немножко, но дорожают, чувствуется. И на этом у меня все, Оксана. Берегите ваши деньги. Спасибо, Саша. Я так понимаю, переходим на летнюю еду. Огурчики и помидорчики. Она и полезнее, она и дешевле. Все как надо. Спасибо. Далее дежурный по городу Мария Леевна с очередной коммунальной историей из жизни самарцев. Здравствуйте. В эфире дежурный по городу. Коммунальные происшествия Самары и их последствия. Город имеет право знать. Новосадовая 210 дробь 1, куда уходят кубометры чистой воды. Седьмой год. Из этого колодца, ливневого колодца, водичка вынуждена течь в фекальную канализацию. Дальше ливневая канализация забита, дороги нет. Не пускать воду сюда, в фекальную канализацию. Она будет течь по улице. Шесть лет назад я сам своими руками с соседями проложили с колодца в колодец. А чтобы водичка не уходила на улицу, а уходила в соседний колодец. Вот она холодненькая. Водичка. Можно мыться. Фильтрируется через мусор. Напор воды, где-то 110 канализационная труба. Одна треть трубы давления. Минимум за час здесь утекает три куба воды. Год более 20 тысяч кубических метров. Это шестой год. Шестой год. Это более 120 тысяч кубов у нас ушло. Ну как, бюрократам, начальникам всех мастей и уровней. Ну сделайте нам подарок. Создайте нормальные условия проживания. Ну, обращаемся к вам, просим вас, умоляем. Давайте восстановим эту луниевую канализацию и найдем вот эту утечку. Если время идет, а решением вашей коммунальной проблемы никто не занимается, пишите, звоните в нашу программу. Знаменитый особняк со слонами будут реконструировать. Ведущие архитекторы, историки, журналисты, а также представители региональной власти обсудили, как будет выглядеть памятник архитектуры. Напомним, дача купца Головкина построена в стиле модерн в 1909 году. О концепции его зарождения в нашем следующем сюжете. Особняк купца, мецената и общественного деятеля Константина Павловича Головкина. Проект знаменитого в Самаре дома со слонами принадлежит Перу самого, хозяина. Дача была построена, как его летняя творческая резиденция, куда он выезжал в теплые месяцы, писал волжские пейзажи, устраивал встречи и просто проводил время с семьей. В начале этого года краеведы представили главе региона свое видение, как должен выглядеть особняк в наши дни и какую функцию выполнять. Мы должны относиться к самарскому модерну как к национальному достоянию. Это то, чем Самара и страна должна гордиться. Это то, что нужно продвигать как наше достояние. Это один из ключевых брендов региона. Предполагается, что особняк превратится в музей, состоящий из четырех тематических блоков. Первый – экспозиция, посвященная самому Константину Головкину. Во втором будет располагаться музей дачной культуры и всего, что связано с загородным отдыхом на живописной самарской природе. Бум дачной жизни в областной столице как раз начался в начале 20 века, когда и была построена дача. В третьей части разместится творческая резиденция, где смогут писать картины художники, ставить свои спектакли актеры и заниматься историки. В четвертом блоке собираются обустроить культурно-образовательный центр. В рио министра культуры Сергей Филиппов отметил, что для работы над таким крупным проектом отдельно будет формироваться штат самых различных специалистов. На самом деле там большая, очень большая дальнейшая работа. Я думаю, что это не в рамках одного года, безусловно, работа. Но это работа, которую давно надо было начинать. И очень хорошо, что сегодня мы подходим, наконец, к обсуждению конкретных вопросов о дальнейшей себе дачи Головкина. А это, безусловно, одна из жемчужин самарского модерна. Кроме того, предстоит привести в порядок ветхий фасад здания и вернуть ему первоначальный облик, поскольку за столетия постройка видоизменялась. Также планируют создать целую инфраструктуру вокруг, где будут проходить мероприятия на свежем воздухе. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, СТВ Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Коллекция самарского эколого-биологического центра пополнилась новым экспонатом. Самарские таможенники подарили центру чучело крокодила, который почти год назад был изъят на таможенном посту в аэропорту Курумыч. Павел Бымаков продолжит. Совы, соколы и даже цапли, чучело птиц составляют основную экспозицию музея. Но крокодилов здесь еще не было, рассказывает заведующая отделом зоологии и животноводства центра. Попадают сюда те, кто не смог пережить очередную зиму или нападение хищников. Но даже чучело животных приносят огромную пользу. С их помощью воспитанники центра могут знакомиться с представителями фауны. Время не стоит на месте, и мы планируем также развиваться и расширяться. И вот сегодня такой уникальный момент, когда к нам попал ценный экспонат крокодила. И может быть, как раз он станет основоположником новой коллекции, потому что у нас в основном птицы нашей области. А вот рептилий, к сожалению, нет. Чучело тупорылого крокодила, который считается самым маленьким в семействе, родом из Центральной Африки, было изъято самарскими таможенниками в июне прошлого года в аэропорту Курумыч. У туриста, который перевозил чучело, не оказалось специального разрешения. После конфискации было принято решение, чтобы не уничтожать данный экспонат, передать безвозмездно, при наличии возможности в Самарской таможне, детям. Этот экспонат будет достойным коллекции этого центра. И надеемся, что будет содействовать в посредительской работе городскому поколению в Самарской области. Нам было очень приятно, когда Самарская таможня нам обратилась с таким предложением, что в отношении подарить нам эту порылу крокодила. Это было очень... все восприняли с восторгом. На сегодняшний день в Самарском детском эколого-биологическом центре занимаются более 500 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Здесь их обучают цветоводству, растеневодству и животноводству. В этом году центр отметит 90-летний юбилей. Один из подарков к юбилею скоро займет свое место в экспозиции музея. Павел Баймаков, Николай Сидоров, СТВ. В пятницу самое время только отметить конец рабочей недели, но и задуматься о планах на выходные. Куда сходить и что посмотреть, мы узнаем из еженедельной рубрики «Афиша». Пролетели майские праздники. От полноценной рабочей недели отделяют лишь два выходных. Отличный повод набраться сил и, самое главное, приятных впечатлений, чтобы было что вспомнить серым будничным днем. Где стоит побывать, давайте разбираться вместе. Поехали. Поклонников музыки в свободном стиле приглашает седьмой международный джазовый фестиваль Moving Club Meets Friends. Гостей ждут выступления виртуозов из России и США. Концерты пройдут сразу на нескольких площадках города, ближайшие в это воскресенье в студии джаза «Движение». Отличный повод пригласить на свидание вторую половинку. В сквере «Дубовый колок» на улице Старозагора субботним вечером пройдет романтичный фестиваль водных фонариков. Говорят, если пустить такой фонарик в озеро и загадать желание, оно обязательно сбудется. Поговорим и о новинках большого кино. В эти выходные на больших экранах продолжение легендарного комедийного боевика «Такси». Экс-комиссар Жибер теперь мэр Марселя, правда, самый непутевый в истории города. Он поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Моро разобраться с неуловимой бандой итальянцев на Феррари. Приколы впереди. Смотрим. Еще одна новинка – триллер «Анон». Идеальное общество будущего. Режим тотального надзора, отсутствие личной жизни и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве не могут случиться ошибки и правонарушения. Но, оказывается, здесь тоже есть место преступности. Теперь о театрах. На сцене драмы и в субботу и в воскресенье новелла «Побег из Шаушенко». Кошмарный сон, ставший реальностью. В течение долгих лет своего заключения в одной из самых страшных тюрем он маленьким молоточком пробивал тоннель в стене камеры и все-таки смог совершить побег. В театре оперы и балета в субботу в честь двухсотлетия легендарного Мариуса Петипа балет «Исмиральда». Начиная с прошлого столетия, он шел на многих сценах России и Европы в постановках разных балетмейстеров. В филармонии в воскресенье музыкальный фейерверк в Павловском вокзале. Произведения Штрауса и других русских и европейских маэстро в исполнении Самарского симфонического оркестра, а также юных музыкантов. А на этом у меня все. Удачных вам выходных. Не скучайте. Далее еженедельный обзор самых популярных новостей региона в интернете за прошедшую неделю. Его подготовил наш коллега Анастасия Шамшурина. Здравствуйте. На этой неделе жители региона искали информацию про бессмертный полк, инаугурацию Владимира Путина, Евровидение 2018, матч Колесоветов-Кубань, а также искали участников Великой Отечественной войны по фамилиям в интернете. Посмотрим, что вошло в топ-5. Парад Победы открывает пятерку. Тот, что прошел на Красной площади, стал одним из самых крупных за последние годы. В нем приняли участие более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов. На четвертом месте премьера фильма «Мстители. Война бесконечности». Третья часть марвеловского блокбастера стала кассовым лидером за всю историю кино. За 11 дней фильм собрал более 1 миллиарда долларов. На третьем месте салют на 9 мая. Самарцы наблюдали за фейерверком на площади Куйбышева и с Волги. Своими впечатлениями горожане активно делились в социальных сетях. На втором месте день Победы. В этом году в Самарском параде участвовали 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц техники. И на первом месте чемпионат мира по хоккею. Сборная России проиграла команде Чехии со счетом 3-4. На этом у меня все. Увидимся на следующей неделе. Самара увидит Кубок Чемпионата мира по футболу впервые в истории города. Все горожане смогут поучаствовать в этом поистине историческом событии. 13-14 мая главный футбольный трофей будет выставлен на площади Куйбышева с 12 часов дня до 8 часов вечера. Кубок сделан из чистого золота, весит более 6 килограммов и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В соответствии с существующими правилами FIFA прикасаться к официальному кубку могут только победители турнира и главы государства. Оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно. Во время экспонирования любой житель города может сделать памятную фотографию с кубком. У нас на этом вся информация, далее абзац и прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.